Судебное седание Так, перед тем, как мы приступим, продолжим рассматривать данное дело, разъясняю последующим листом, что по правилам организации пропускного режима пребывания посетителей в зданиях и помещениях, занимаясь мировыми судьями Мурманской области, посетители суда обязаны соблюдать установленный порядок деятельности суда и нормы поведения в общественных местах, выполняя требования распоряжения мировых судей, не препятствовать лежащим исполнению мировыми судьями, работниками аппарата мировых судей и судебными приставами по опыту их служебных обязанностей. Несполнение распоряжения судей, прекращение действий нарушающих установленных в суде правил в ч. 1 ст. 17.3 Кодекса РФИН не исполнение запоряжения судебного пристава по обеспечениюANационного порядка деятельности суда прекращения действий, нарушающих установленных правил в суде, влечетедius административную ответственность по ч. 2 говорим в ст. Кодексе РФИН не исполнительных правов и нарушениями. У суда имеется информация о том, что слушателям, которые сегодня присутствуют в судебном заседании, велась тайна съемка хода судебного разбирательства. Данная съемка размещена на сниженной странице защитника леса привлекаемых с активной ответственностью глобальной информационно-коммуникационной сети интернет. В связи с этим суд переходит к выводу о том, что данный слушатель нарушил порядок судебного разбирательства, поэтому не допускают его к участию в рассмотрении дела в качестве слушателя. Прошу слушателя покинуть зал судебного заседания и исполнить испоряжение права судьи. Продолжаем. У нас по вызову суда в судебном заседании явился свидетель, рейтенант полиции Кристофоли, Роман Анатольевич. Предлагаю его допросить. Нет возражений. Уважаемый суд, я не понимаю, что происходит. Мы будем напрашивать свидетелей вслужину? Мы будем напрашивать свидетелей, но я хочу сделать возражения. Я считаю, что сейчас произошло заслуживает внимания. Мы будем напрашивать свидетелей? Будем напрашивать. Пожалуйста, следите просить на зал судебного заседания. Проходите. Вы нарушаете отводы судебной коррекции. На каком основании удалили слушатель? Каким вы работаете? Инспектором ДПС 3-го взвода, рот ДПС по городу Монус. Так, для установления личности в суду предоставлено удостоверение служебное 023922. Гасните, пожалуйста, копия в дело. Постановление. Господи, только отдала на отправку в канцелярию. Вы же сказали, не придете. Только отнесла на отправку в канцелярию. На такое решение грех не прийти. Я очень рад, что оно состоялось. А что не пришли-то? Ну, теперь будет чем мне заняться. Смотрите видеоролики. И пускай судья теперь посмотрит. Нет, я вот хочу ее увидеть. Можно ее увидеть? А, не знаю, вот так вот, как глазами смотрят. Ну, как ее увидеть? Нет, не хочет она мне в глаза посмотреть. Во-первых, в судья вы не попадете никак. Не попадут, да? Неприкасаемые. Неприступные. Вот ей передайте, что и осталось работать недолго. То, что я это постановление отменю, это стопудово. Ну, не в нашем, может быть, суде там, не в районном. Но Верховный суд однозначно эту галиматью отменит. Она, на мой взгляд, вынесла заведомо неправосудное решение. Заведомо. Там столько процессуальных нарушений. И она это все проигнорировала. Я не знаю, что она там написала. Давайте, я хочу почитать. Это просто... Сейчас не отправили еще девочки? Да ведь даже если направили, прекрасно, прекрасно. Да еще по почте получим. Сейчас, пожалуйста. Это беспредел. Я вот, ну, я, конечно, предполагал, что это было. Какая разница, где он? В Караганде. Так, давайте так разговаривать со мной будем. Ну, а так, а что мне задают такие вопросы? Всядьте в Калибор. Мне просто постоянно не выдайте. Не надо мне рассказывать, что там по почте направили и тому подобное. Оказывается, есть еще судьи. У меня в очереди стоят на увольнении. Теперь, пожалуйста, постановление... Здравствуйте. 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 Не ушло еще? Дамы и господа, будет видео, обязательно посмотрите, на Мамаев ПРО, про сегодняшнее судебное заседание и про судью, которая вынесла заведомо неправосудное решение, по моему мнению. Я это докажу. Пишите. Пишите. Очень лично надо. Постановление. Главное, не пропустите. Так, 27-й, да? Да, самый главный. Я думаю, будет очень интересно. Ну, когда к вам непосредственно будут касаться, ну, я не конкретно вам, а к вашим работникам, будет еще интересней, а то как-то смотреть, как другие судьи косячат, как бы не интересно. Все. Так, можно прошить, чтобы заверено, как положено было. Слушайте, я не, нет, это надо вам, наверное, тогда официальный вопрос, но когда вступит закон, когда вступит, тогда... Так, тогда мне, пожалуйста, вот видите, у меня ведется аудиозапись. Вам сейчас для сведения. Говорю вам, для аудиозаписи, значит, оригинал мне вышлите, потому что, соответственно, документ будет предлагаться в касации, возможно, поэтому, чтобы все документики были как положено. Как положено. Все, пожалуйста, вы меня услышали, наш разговор сегодняшний будет на ютубе.